В медицине огромное количество парадоксов. Вы знаете, несмотря на то, что мочевой пузырь и мочеиспускательный канал не относятся к жизненно важным органам, их лечение не откладывают. Месяц тем, боль в области сердца многие пытаются лечить самостоятельно в домашних условиях. Цистит и ретрит не дают спокойной жизни, я понимаю, боль во время мочеиспускания, либо боль перед мочеиспусканием, все зависит, а может быть и так и так, все зависит от того, что у вас цистит и ретрит или оба процесса вместе. И очень важно понимать, что если вы хотите завершить лечение цистита и ретрита за один раз, вы должны провести этиологическое лечение, правильное этиологическое лечение, комплексное. Тогда эта проблема останется у вас в прошлом. Если же вы неправильно проведете лечение с самого начала, то вы будете иметь возможность на протяжении всей жизни, при разных сложных обстоятельствах, цистит или ретрит будут напоминать о себе, ну и придется проводить лечение. Поэтому, если несколько часов назад или несколько суток назад, это редко бывает, как правило, всего несколько часов, достаточно для того, чтобы при неосторожном выборе партнера, либо средств защиты, в начальных отделах мочеполовой системы начала развиваться какая-то инфекция. В этом случае у вас стереотип ваших действий очень простой. Вы это видео берете в закладки, чтобы вовремя на него вернуться. Или подписывайтесь на мой канал и звоните любимому урологу. Или ищите уролога и лечите цистит антибиотиками вместе с оретритом. Но важно только понимать, что нужно знать, какие бактерии там есть. Нужно провести исследование, не торопясь, но исследовать, какие бактерии вызвали эту ситуацию, их чувствительность, и вот тогда провести лечение, тогда оно будет реально один раз, и больше вы к этой теме возвращаться не будете, в каком случае, если не повторите ошибку, не наступите на те же грабли. Если же вы этого не сделаете, то, как вы понимаете, вы можете потренировать тех бактерий, которые зашли в ваш организм. А тренированные бактерии потом на антибиотики будут реагировать очень сложно. Поэтому тут способность развить хронический воспалительный процесс легко, острый перевести в хронический очень легко, главное не уничтожить всех бактерий, которые вызвали эту ситуацию. И тогда у вас появляется еще одна проблема, еще один способ проявить цистит или ультрит. В этом случае нужно посидеть на холодном предмете, на камне, например, или не угадать с одеждой в прохладное время года, или побывать на ветру хорошо, или был эмоциональный стресс, или, возможно, у вас есть темные круги под глазами, и вам даже намек на какую-то из этих ситуаций, он будет решающим. Все эти факторы, некоторые другие, могут снижать местный иммунитет и помогать тем бактериям, которые находятся в мочеполовой системе, активироваться. В этом случае принять курс антибиотиков повторно, ну, вы знаете, как правило, он безуспешен по той простой причине, что вы уже тренировали когда-то этих бактерий, они уже тренированы. Те, кто были чувствительные, те погибли, остались нечувствительные. Вопрос, как найти антибиотик, который подавит этих бактерий, сложно. Тем более, что антибиотик, так или иначе, он подавляет еще и ваш иммунитет. И приводит к тому, что если вы иммунитет свой не поддерживали, если вы его не укрепляли, то это приводит к пожизненному лечению хронического цистита и уритрида. И в данном случае я бы советовал совершенно иным путем подойти. Когда обостряется хроническая инфекция, нужно ослабить ее, нужно ее сделать максимально чувствительной к антибиотикам, а потом реально пройти курс с антибиотиками. Поэтому в этом случае вам нужно, не торопясь уже, хроническая проблема есть. Как помочь в домашних условиях, я чуть позже об этом скажу. Но вам нужно первично заняться своим иммунитетом, обратить внимание на свою систему питания, на то, как работает пищеварительная система, нет ли там дисбактериоза кишечника. Может быть, оттуда как раз и подогревается вот это состояние в моче-половой системе. И цистит с уритритом это мелочь. Восходящая инфекция развивается цистопиелит, пилонефрит. А пилонефрит это номер один по почной недостаточности в мире. Поэтому вы понимаете, что если задействованы наружные отделы, конечные фактически отделы моче-половой системы для вас, но начальные отделы для бактерий, потому что там ближе всего к окружающей среде, они именно оттуда стартуют. То вы понимаете, что нужно удерживать, лучше удерживать бактерии на расстоянии, чем пускать их как можно ближе в ваш организм. Обострение цистит и уритрита может быть и даже без бактерий, без участия бактерий. В этом случае цистит обостряется после того, как вы резко меняли свой рацион питания. Да, вы решили питаться может быть сырой пищей, может быть растительной пищей, может быть наоборот на мясоедение перешли. Сложно сказать. Любые резкие изменения в системе питания, это резкие изменения отходов, которые выделяют почки из вашего организма, выделяют они через моче-половой тракт. Если вот этих шлаковых обмена веществ будет слишком много, они будут раздражать, цистит и уритрит будут обостряться, они будут показывать. Также возможно у вас была тряская езда, вы может быть много решили внезапно бегать, заняться здоровьем, начали бегать по стадиону. Во время бега идет сотрясение фактически вашего организма. Если в почках был песочек, так называемый солевой диатез, он может начать свое движение. А может быть вы решили резко увеличить питьевой режим. Вспомнили о том, что вода тоже нужна вашему организму. Да, очень нужна. Но в правильных количествах, в правильных соотношениях и правильная вода. Не всякая вода полезна для здоровья. Если вы применили вот таких несколько действий, да, возможно, у вас пошел песочек, и цистит, и уритрит будут обостряться. Тут все понятно. В данном случае нужно понимать, что если вы внезапно увеличили количество жидкости, резко уменьшать не стоит. Потому что вы встряхнули из своего организма соли, а потом обменные шлаки пойдут в концентрированном виде. Будут раздражать. Ну, вы, многие, пили вино. Вино пить приятно. Кто пил спирт, знает. Ну, достаточно такой ядреный напиток. Очень серьезно раздражает горло. И не каждый может выпить спирт, проглотить спирт. Но и водка останавливает по концентрации спирта. Вот в случае игры с водой, у вас все то же самое, только на выходе из вашего организма. Когда вы пьете воду правильно, правильно сочетаете с питанием, не вопрос, обменные шлаки образуются, это естественный процесс в организме, и с водой спокойно удаляются через почки. Фактически у вас идет такая концентрация, ну, как вино на вкрыте. Если же вы ведете активный образ жизни, а жидкости не хватает, обменные шлаки концентрируются в малом объеме, у вас уже идет, ну, скажем так, по концентрации, как водка, может быть, не дай бог, спирт. Конечно, тут любой мочевой пузырь и мочеиспускательный канал раздражняться легко и просто. Поэтому важно это понимать. Если у вас такой механизм обострения цистита, вам нужно сделать такой анализ, называется транспорт соли. Или если вы его не сможете сделать, ну, хотя бы попросите, чтобы вам хорошо посмотрели анализ мочи, посмотреть, какие соли выделяются, какие там изменения в моче присутствуют. Часто вот эти второй и третий путь, то есть обострение хронической инфекции и вот такое вот нарушение жесткое обмена веществ, они часто сопутствуют друг к другу. Потому что много людей носят дисбактериоз кишечники. Многие переносили так или иначе различные системы питания, испытывали на себе. У большинства, к сожалению, не сбалансировано питание. Отсюда зависит статья развития дисбактериоз кишечнике. Посмотрите, такое видео есть на моем канале. Все эти компоненты, они понятны, они обостряют ситуацию. И здесь есть одного рецепта, в принципе, быть не может в лечении, потому что вариантов масса. Но помощь может быть. Что вам нужно сделать, чтобы помочь себе в случае обострения цистита уритрита вот именно вот такой природы, не острый цистит, вследствие, как я уже сказал, неосторожности с различными инфекциями, с их источниками. Вам для этого нужна, скажем, обычная бутылка из-под шампанского. И пробка. Ну, конечно, родная пробка сегодня уже не пройдет. Лучше найти пробку меньшего размера, допустим, от вина. Что вы делаете? Вы бутылку ставите в кастрюлю с водой и греете. Когда вода рядышком, ставите чайник. И тоже кипятите воду. Цель согреть бутылку из-под шампанского. Почему берется она? Достаточно толстое стекло, оно хорошо выдерживает. И хорошо, главное, будет держать тепло. Когда нагревается, кипит вода в обоих сосудах, вы из чайника заливаете воду в бутылку из-под шампанского, плотно закрываете пробкой. Это принципиальные условия, потому что у меня получилось хорошо. Бутылка пустая, как вы понимаете. Если вы реально заполнили бутылку горячей водой, закрыть нужно хорошо, потому что этот сосуд не должен протекать. Дальше что вы делаете? Вы берете обычное полотенце, заворачиваете в полотенце. Желательно, конечно, завернуть полностью вместе с горлышком. Самая главная, единственная часть бутылки, которая должна быть свободна от полотенца, это дно. И человек ложится в постель, тепло укрывается, укладывает бутылку между ног, донышком к себе. Вот так. Что вы получаете? Получаете направленный источник тепла. Прицестите, приулетрите, местное согревание приводит к тому, что повышается местный иммунитет. Во-первых, расширяются протоки, расширяются сосуды, и в принципе, болезненные ощущения они проходят. Плюс, в эту зону приходят новые лейкоциты, которые, если там какая-то инфекция шалит, там инфекция всегда есть, и шалости возможны, и становится немножко сложнее это все делать, повышается местный иммунитет. И вот такое простое согревание способно на начальных этапах, когда цистит уритрий обостряется, легко его, ну, скажем так, скомпенсировать. Ну, это такая помощь в домашних условиях, да, это здорово, это эффективно, в интернете можете найти старинные способы, там брали камень из печки, нагретый, клали его на пол или на какую-то подставку человек садится, закрывается полотенцами, закрывается каким-то одеялом, и присаживается максимально близко, пытается таким образом тоже согреть. Ну, печки есть не у всех, я думаю, что бутылку шампанского вы могли осилить. Вот, совершенно спокойно она есть в каждом доме, она, кстати, вам еще и пригодится, еще для одной цели, я чуть позже об этом скажу. Вот, есть рецепты, когда берут, поджигают свечку и тоже пытаются присесть максимально низко, согреть, но это достаточно такие трудоемкие, малоисполнимые, а в некоторых случаях даже и опасные средства, особенно со свечкой. Вот, поэтому вот таким простым способом вы легко можете усилить местный иммунитет, помочь себе. Что вам еще нужно будет? Когда у вас цистит закончится, когда у ретрит перестанет вас волновать, вам нужна будет новая, но уже полная бутылка из-под шампанского. Вернее, бутылка из-под шампанского. Потому что это хороший тест. Это мягкая мочевронная нагрузка. 150-200 грамм вина проверяют, насколько хорошо цистит или у ретрит у вас пролечился. Особенно после курса антибиотиков. Это очень важно знать. Это очень важно провести вовремя. Проверить, насколько эффективно вы провели лечение, насколько эффективно вы справились с местным процессом. Но если вам нужно знать больше информации, если вы хотите более целенаправленно лечить цистит, уретрит и не давать им обостряться, потому что у мужчин там рядышком еще и простаты, простатит. Кстати, такое видео тоже есть на моем канале. Можно его просмотреть. Ну и чтобы инфекция не пошла выше, чтобы не страдали более жизненно важные органы. То есть почки. Инфекция может поразить сразу обе почки. Это очень серьезная ситуация. Контакты вы видите. Вы легко можете ко мне обратиться. Так же, как и если вам это видео принесло пользу или вы считаете, что оно может вам в принципе когда-то пользу принести, не забудьте поставить лайк на видео, отправить его своим друзьям и знакомым, чтобы они тоже больше знали информации, как справляться с различными инфекциями. Особенно с циститом и ретритом. Потому что нарушая качество жизни, нарушая ваш покой, потому что приходится бегать часто, увы, буквально каплями все это выделяется. Но с таким бурным началом может начаться более серьезная патология, которую с первого взгляда ее не видно. Поражение почек это очень серьезно. Уже не иммунитет, а нужно беречь и почки, и иммунитет. Мужчины заодно будут беречь свою потенцию. Потому что она тоже зависит от этих обострений, как их правильно сопровождать. С этими словами я думаю, что это видео я могу закончить с пожеланиями крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вашего здоровья. До новых встреч на моем канале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok